всем привет youtube привет ну вот как бы итоговая по вот этим двум лампочкам которые у меня сейчас бы есть вот эта лампочка женина днепродент вот я уже работаю с успехом вот тут написано днепродент и так далее и тому подобное вот здесь это нюшлевская лампочка которая куплена в сайте ну тут написано только вот чего вот это лейден джомани или германи кто как но опять же это может относиться к этой присутки вот на лампе ничего описано но позиционируется она как нюшлевская планируется она на сайте pdrc.ru что в простонародье значит центр автотехнологий царь вот она эта лампочка вот есть и а у нее такая вот что я хочу сказать вот ельку я проработал и что выяснил начало первых это как бы из моментов и раньше было у меня когда вот такой слабенький опыт питания попадается но в данном случае вот у меня китайский чиновский вот когда он до 3 ампер дает или что тут написано ну говоря мне хватает то 3 то тогда все нормально если я брал вот такие вот ну для вам они удобные зашел в радиолавку купила такое-то зарядное устройство а вот один ампер написано вот это от зарядок а телефонов вот все это конечно китай вот ну и случается лампа начинает бы вымать мерцать и не хватает вот здесь вот с этого был куплен то же самое блочок питания но дайтон по идее американский как мне сказали вот вроде америка вот но тут короче 1000 миллиампер короче 1 ампер вот в самом начале когда начал я работать как бы ей пользоваться я заметил что она немножко скажем так немножко мерцает но не вот это то что вы видите на экране вот напильники бегают не то а то лампа при свечении немножко мерцает и связи с этим так сказать я все сделал взял у меня он аккумулятор гелевый модный красивый подцепил на вот кстати еще одна такая же от другой лампочки вот они приходится два с половиной ампера три дают вот эти блоки питания китайские цена в принципе нормально так вот подцепил от лампу на вот эту лампу этот аккумулятор как бы все проблемы смерти им кончились то есть вывод вот такое 1000 миллиампер питания на эту лампу как бы немножко малого но как-то мелочи которые не стоят особо внимания теперь вот что хочу стать пачка лампочки и виду разные все как бы свечение только теплая вот 6 полосок я выключаю все включаю вот естественно во всех их не работаешь обычно одна там ты включаешь но вот это то что у вас на экране сейчас блымает этого ничего не именно реагирует так экран этом засвечивается или не знаю чего ему не хватает ты поэт как бы мы на экране сейчас видите вот это блымание а на самом деле нету ну вот что хочу сказать здесь получается что вот включил вот она шикарная такая хорошая тень падает и вот границы света и тени довольно таки неплохо работается тут вот так прям одна на одну полосы наклеен поговорю рядом без промежутков вот здесь в этой лапе с промежутками наклеены эти полосочки я ее зажечь не могу там пойду пачку меня где-то что-то не контачит надо будет залезть ее и гонца вот она наверно обиделась просто лампочка на меня ты вот в это я работал я тебе вот закапризничаю вот не контакт да что ж такое я извиняюсь вот так вот речь пойдет о чем принципе что это свечение да что ж такое ты мне дашь снять кино или нет вот свечение примерно одинаковое чуть разное как бы проблем особых нет но тут и холодная и теплый свет здесь только теплый свет здесь 6 полос здесь у меня 6 полос но изначально она шла пятиполосная даже четырех вот потом я ее немножко доработал вот и поставил еще две полосы вот второй момент стекло где-то 3 миллиметра толщиной она несъемная но как в вкусе в едином монолитно сделано или вклеена ну и размеры чуть разные значит момент второй машинку допустим не царапать или чё сейчас возможно актуально этот момент я брал так скотча там 45 слоя здесь она вся такая обрезинена это очень хорошо вот лучше как говорится плюс вот здесь у нас 75 метров диаметр присоски там у нас там по моему 110 сейчас посмотрим я не помню до 115 115 миллиметров вот эта лампочка не узкая она гораздо тяжелее и вот эта маленькая присоска как говорится и и куда только нельзя наклеить вот такую присоску как бы ее не везде можно уже поставить ну как бы проблем нет вот здесь это соединение и вот так вот шнурик выходит здесь вот такое в принципе что это что это как бы нареканий не вызывает особых вот и особо разницы большой сказать что эта лампа лучше или лампа это хуже не нет скажем я привык работать вот в этой потому что уже несколько лет прошло я и в этой прекрасно отработал одну машину вот я даже эти лампы не ставь работал только в этой ну скажем так что то лампа что топа хорошая вот проблем нет и еще один момент вот она . здесь у нас в москве присутствует но как мне ребята написали в комментах вот зайди на официальный сайт сливский а там ее нету ну я ради интереса полез есть тут лампочка мини лет но мы видим 460 на 180 и как-то она представлена вот интересно кроме вот этого и вот этого больше ничего нету можно рассмотреть два четыре ну или четыре три вот здесь вот как бы светодиода и все дальше извините я ничего не смог найти вот и цена у нее очень вкусная 2 евро то что у нас придаст на 15 990 вот получается что 16000 если перейти в евро сейчас интереса возьмем 16 1 2 разделим сейчас посмотрим яндекс подскажи нам курс сейчас нам яндекс подскажет какой у нас курс курс у нас евро 68 9 но я делю на 70 делим на 70 получаем 28 с половиной евро а здесь вот такая интересная цена вот то есть разно прилично извините 228 но пусть 230 700 евро разница большая да теперь здесь мы читаем 46 на 18 берем 46 будет вон и 9 а 18 тоже видно да если есть эта лампа вот такая узкая длинная вот и больше ничего я лично не нашел можно там не подскажет найдет ну в итоге так сказать что искать истинного какого-то чемпиона я не могу выдать что однозначно какая-то лампа лучше какая-то лампа хуже не могу в принципе и в той и в той работать можно да еще одно отличие естественно экраны не меняются здесь экраны легко вот так выщелкиваются я купил сразу несколько экранчиков тут они у меня есть уже не ну вот их меня вот он лимонный так называемый он шелкографии вот видно и один белый один матовый один глянцевый вот это вот глянцевый вот а другой еще такой же только матовый здесь собственно здесь и здесь глянцевые сейчас стоять и вот и все так что честно сказать не могу не сказать что там понравилось у каждой лампы есть свои плюсы есть свои минусы как бы допустим вот там присоска маленькая можно куда-то куда поставить здесь присоска большая здесь допустим зону это тумана можно там как бы широкую сделать здесь она будет немножечко меньше здесь есть теплые холодные ими можно комбинировать столько теплые ну то есть на вкус и цвет товарища не так что вот так я в дальнейшем попытаюсь снять еще видео постараюсь взять у ребят в тулс и по мастерс лампочку договориться взять потестить по работе вам показать что она из себя представляет то есть я хочу сказать одно значит людей но глаза у всех разные и как бы каждый выбирает по себе и под себя самый лучший ламп это конечно поработать вот в такой поработать в такой лампе сделать для себя вывод а потом прийти и купить том надо вот вкратце такой вывод то есть значным лидером не то не то не стало везде есть свои плюсы везде из своих бы минусы ну вот еще момент такой вот эта лампа конечно она много тяжелее в первом или во втором видео про лампы я их взвешивал ну сейчас подвешивать как бы лампочка потяжелее и грубо говоря если вот такая дает джекина у меня падала уже я не знаю сколько раз и все живое только где-то вот здесь на уголку а вот трещинка появилась но она столько падала из таких высот а дорогая уже по на должна разбиться кстати стекла уже не тоже не бьюсь а вот падает отлетает опять собрал защелкнул и отбой как трехлинейка винтовка или автомат калашникова в этом плане я считаю это очень важно потому что упала лампа разбилась стекло ну что это и все и привет где-то у меня тут нюсливская вот есть от люмки ну вот видите упала разбилась спирт или что-нибудь растворитель там чё-то чё-то и лампа вот такая вот стала в принципе в принципе я бы сказал что вот это вот особо не мешает когда изнутри подсвечивается люминесцентной лампой в принципе эти петли они все не имеют роли они в принципе не мешают вот такие дела вот дождитесь я постараюсь сделать еще обзор следующую лампочку я надеюсь будет а вы мастерс тоже попросить маленькую лампочку ей поработать и вам показать что она из себя вставляет так что то что вот на нюсливском сайте вот эта лампа здесь совсем другая и цена тут совсем друг извините 200 евро или 700 евро ну наверно это специально для россии не если делает они по им не продает может быть и так но в случае я искал искал и не нашел и как-то вот ибо кто ну как-то очень скудно очень так что вот так все всем спасибо за внимание пишите коменты у кого какое мнение ставьте лайки ставьте дизлайки как говорится что жил то и получу от вас все всем спасибо за внимание пока пока что нам и мы и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...